Меня зовут Александр Вербунов, я автор канала «Сталин Гулаг». Я не знаю, в чем секрет успеха, но мне всегда, и сами люди, мои подписчики, мои читатели, в основном только то, что ты пишешь то, о чем мы думаем. Я живу с ними в одной стране, мы один народ, и у нас одни интересы, одни желания. Субтитры создавал DimaTorzok Тогда в чем цель канала «Сталин Гулаг»? То есть, Сталин Гулаг не поддерживал никакую политическую силу никогда, Сталин Гулаг никогда ни к чему не призывал. Жизнь, она проще, чем нам кажется. Мой отец строитель, он все время занимался строительством. А моя мама, когда я родился, она уже не работала. До этого она была работником торговой. Нет такого, чтобы они мне когда-то сказали, что твое рождение что-то изменило. Но в большинстве времен я понимаю, насколько изменило, поскольку моя мама уже не работала тогда. Она не могла работать, поскольку меня было не с кем оставить. Если за мной нужен был кружосуточной уход. Я не могу быть независимым. Не больше, наверное, минут 15 в этом плане. Потому что захочется попить воды, захочется поесть, захочется пересесть на диван или лечь на кровать. Когда стало известно, что я веду канал «Станя Гулаг», было милым комментариям, как ты можешь материться. Раз ты в нужной коляске, то ты не можешь ничего. Ты должен только молиться, просить помощи у кого-нибудь. И смотреть на мир из окна своей квартиры. Желательно, не выходя от того. В России у людей, в игровой коляске, практически не встретите на улицах. Потому что у них нет возможности по ним передвигаться. Более того, огромное количество людей, которые не могут даже выйти из квартиры. Я хочу жить полной, насыщенной жизнью. Жить так, как мне хочется. В этом, кстати говоря, есть отражение канала «Станя Гулаг». Поскольку я там тоже пишу, только то, как мне хочется. И в той манере, в которой мне хочется. Несмотря на то, что меня за это некоторые критикуют. Но я в этот момент так думаю, так чувствую. Я считаю, что я имею на это право. Редактор субтитров А.Семкин